Напоминайте, что почитать. Наш книжный обзор. Если спросите меня, ну и чему может научить эта инстадива? Знаете, кое-чему все-таки может. Иногда сторонний взгляд гораздо ценнее, чем взгляды наших близких людей. А тут вроде как не заинтересованная сторона. Эта книга советчик по простым, на первый взгляд, девчачьим ситуациям. Не пользуйтесь прямолинейно. Проживайте написанное через себя. Только тогда книга и может стать вам полезной. Вы же помните март из той другой жизни? Ну, тот март, когда пандемия коронавируса всех нас закрыла по домам. Так вот, чем люди тогда только не занимались? И в то же время очень много родилось хороших проектов. Это история про интеллектуальное использование социальных сетей. Новинка под названием «Изоляция». Задача стояла такая перед создателями – сделать фотографию по картине известного художника без фотошопа и с антуражем из бытовых вещей. Вся книга – плод творения самоизолированных. А группу создавали на Фейсбуке. И меньше, чем за месяц она набрала полмиллиона подписчиков. Косплейные работы Микеланджело и да Винчи, Айвазовского и Воснецова организаторы собрали лучшие. И подкрепили все это комментариями искусствоведа. Хотите материального ужаса? У Лавкрафта только такой. Создатель мистики, ужасов, фантастики и фэнтези собрал воедино историю про Кракена, Атлантиду, спящее божество. И получился зов к туху. Как и во многих произведениях автора, здесь никчемность человеческого существа перед силой более могущественной. Ужас начала прошлого столетия здесь натуральный. Вот подходящее слово. Ну а выросший на настолках по Лавкрафту и книгах гения французский художник Франсуа Баранже решил воплотить мир Лавкрафта в красивых картинках. И в этот мир можно завязнуть на долгие годы. Тут я с художником, пожалуй, соглашусь. Кстати, произведения Говарда Филлипса выделяют в отдельный поджанр лавкрафтовские ужасы. Ну и по праву считают классикой. За литературу благодарю сеть книжных магазинов «Читай город».